Прежде чем мы начнем смотреть в экранчик, давайте вспомним главный пафос прошлой нашей с вами встречи. Я показал некоторое количество разных дистрибутивов, в основном это были дистрибутивы из нашей экспериментальной линейки, не совсем дистрибутивы, просто загружаемые образы. Просто это было очень быстро сделать, вы видели. Кстати сказать, спасибо Аслану, который сделал, я по-быстрому сделал скриншотер, а он его расписал, про что это скриншотер, как запустить LFCD в виртуалочке, в виртулбоксе. Вот запуск, установка отличается от запуска LFCD нажатием на кнопочки установщика и соглашаться со всем, что он предложит. Вот и все равно. Так вот, эти самые дистрибутивы, они оформлены как такие LFCD, их можно скачивать и запускать. И спасибо им, мы можем посмотреть на разное количество всяких организаций рабочего стола, убедиться, что они все примерно похожи, и все настолько разные, что смысл изучать какую-то одну наступает только если вы собираетесь ею потом пользоваться в течение длительного времени. Вот. Поэтому возник вопрос, а что, собственно, нам рассматривать? Вот. Я тут где-то примекал хороший мел. Это мел плохой. Вот это мел хороший, да. Идеамент В. Что такое? Дезык метафизического прогрессирования. Значит, что нам, собственно, рассматривать в качестве единого варианта, то есть таких вещей, которые имеет смысл изучать не на скорую руку, а вообще, то есть то, в чем собираешься разбираться. Вот. Мы таких взглядов подмесили несколько. Давайте я их по памяти воспроизведу, а если я воспроизведу их немножко не так, значит, ну, с тех пор моя память изменилась. Первое. Это вопрос выбора интерфейса. Со всей очевидностью графический интерфейс непостоянно может меняться. И более того, раз он непостоянен, из этого следует, что какой-то диалог, заведомо гарантированный диалог между пользователем и операционной системой, не в этой области, вот, и было сказано, что это интерфейс командной строки. Вот. И все из этого вытекающее. Дальше. Объекты. Операционные системы. Объекты. Это не было сказано напрямую. Хартелер, ну, не так, вернулся напрямую. Это не было показано напрямую. Объектами операционной системы являются файлы системы и файлы системы. Вот. Собственно говоря, в каком-то смысле никаких других объектов нету, вот. Особенно если учесть, что у нас еще есть субъекты операционной системы, то есть действующие агенты, да? И этими субъектами являются процессы. Вот. Эти три вещи, а также еще так, у этих вот, совершенно очевидны, концепция процессов, файлов, файлов системы, интерфейс командной строки, эта концепция не изменится, по крайней мере, в ближайшем будущем, а если она изменится, это будет уже совсем другая операционная система. Потому что, как мы попробуем удавляться в следующем семестре, сама операционная система устроена вот как некая архитектурная надстройка, некоторый конструктор из вот этого областа. Значит, что еще можно вспомнить? Да, программное обеспечение, которое, собственно, ради которого, собственно, пути зависит от операционной системы, оно в себя включает понятие пакет. Именно понятие пакет, сам формат пакет может быть разный, в разных вариантах операционных систем на базе дракона Linux, но понятие пакет почти всегда есть, а когда его нет, то это скорее маргинальный. То есть, сторонний такой случай, как не самый популярный. Из понятия пакет вытекает еще понятие репозиторий, потому что программное обеспечение хранится там. И вот, все вот это, мы про это знаем. Вот. Что еще? Из такого инварианта. Инвариантом являются информационные и технические ресурсы, ресурсы сообщества. Почему это инвариант? Почему это входит в понятие операционной системы? Потому что, если вы не будете активно взаимодействовать как пользователь с информационными ресурсами, а как участник, и желающий воспользоваться этим конструктором, возможно, и техническими, то у вас получится плохо. То есть, вот ситуация, когда вас посадили один на один с компьютером, грубо говоря, выбрали интернет и сказали крокодил играть, да, это очень плохая ситуация, если вы умеете делать с Linux. Кстати сказать, это одно из коренных отличий Linux и его способа существования в современном мире от, скажем, классического Unix во время 20-30 лет. Предполагалось, что классическая операционная система содержит в себе все, что нужно для того, чтобы ее изучить и начать ее пользоваться от начала инвизации. То есть, за исключением каких-то best practices и каких-то техник пользовательских работы с чем-то, да, вся информация необходимая для того, чтобы изучить и работать, она классическая систему включала навсегда. Я даже на этот счет книжки написал, когда-то давно, как раз примерно 100 лет назад, нет, меньше, 13 лет назад. Соответственно, на сегодняшний день это довольно бессмысленная штука. Мы когда будем говорить про информационные ресурсы, мы это еще раскроем. Довольно бессмысленно пытаться создать статический огромный корпус текстов, описывающий всю операционную систему. Потому что пока вы будете создавать, она изменится. Даже в процессе его создания будет что-то меняться. Вот. Мы будем говорить еще на этом, правильно? И, по-моему, тут еще что-то шестое. Вот теперь мне надо, наверное, взглянуть в свой планчик, потому что я про шестое как-то забыл. Значит, примерно это в разном объеме мы будем сейчас рассматривать в нашем текущем курсе, потому что нам нужно войти в хорошее такое непосредственное законство с этим вашим линуксом, ну и соответственно, и соответственно. Что я могу сказать? У меня здесь пять пунктов, так что я все вспомнил правильно. Ну вот, это что касается разговора про инварианты, которые имеет смысл рассматривать, ну в дальнейшем. Теперь, собственно, переходим к чему-нибудь из этого списка. Здесь где-то, вот здесь я понял, что шестое. Вот здесь где-то есть такое небольшое следствие, было бы неплохо поизучать, как, собственно, формируется операционная система на базе. Вот все эти ерунды, потому что ничего из этого не является операционной системой, как вы понимаете. Ядро – это всего лишь ядро, программу, программу обеспечения, всего лишь программу обеспечения, сценарий – это сцена, и, короче говоря, все это лишь конструктор для сборки операционной системы. Мы не сможем в этом семестре, как бы, окончательно разобрать, как она скомплинирована, потому что нам сначала надо разобраться с этим. Но было бы неплохо, да, в какой-то момент достичь хотя бы такого первоначального понимания, что вот все это нужным образом скомплинировано, и есть операционная система, и ничего, ну или почти ничего, а то, что кроме этого – это всего лишь какие-то удобные костыли, с помощью которых что-то работает еще лучше. Как-то так. Ну вот, да, спасибо, дорогой, поскольку ты потемнел, это значит, что пора переходить к водным процедурам, пора что-то покажем. Давайте мы тогда, не сходя с места, обратимся к пункту первому, а именно к интерфейсу командной строки, потому что, как мы только что убедились, интерфейс графический нам не очень, не очень, не очень помогает. Он максимум, что помогает, это ориентироваться в многообразии установленных пользовательских приложений, не более того. Так, мы скринкаст пишем, да? Хорошо. Это очень старый ноутбук, на самом деле, просто у него довольно мощная видеокарта для тех пор. Ноутбуки с вот такой штукой, это такой маленький технический хак. Если вы видите довольно древний ноутбук, у которого, ну, типа «отверни башка», то, скорее всего, у него довольно мощный для тех пор процессор, довольно мощная видеокарта, и его можно использовать, уж Linux на него ставить точно можно. Кстати, тут не вот ни поврадет. В какой-то причине у меня неясный. А, нет, вот. Ну, окей. Ну, вот, значит, bbbb, интерфейс командной строки. Наверное, давайте мы прямо посмотрим примеры такого интерфейса, а потом, когда слегка надоест, я… Когда слегка надоест, я… Чего? А что разрешение? Нормальное разрешение? Или чего не так? А, разрешение экрана неправильно. Самого экрана разрешение неправильно, да. Хорошо, дайте, где наш пульт. Ну, мы будем делать 800 на 600 здесь? Наверное, это имеет смысл, если мы рассматриваем интерфейс командной строки, чтобы все буковки было видно. Ну, чтобы буковки были сами побои. Хотя, побольше буковки я и сам могу сделать. Даже не знаю. Так, одну секунду. Я приму решение, и мы продолжим. Нет, наверное, все-таки… Наверное, все-таки вот здесь надо это делать. Так, до этого надо включить. Не, не хочет. Он думает, что он такой. А, я знаю, в чем дело. Вот. Вот. По-моему, вот так. Хлобысь. Нет. Это интерлейс, да. А тут другого нету, слышите. А, вот. Он почему-то сверху. О, вот это вот. Вот теперь можно уже и запускать. Запускать. Так. Запускать, запускать. О, нет. Он называется скринкастер. Да сколько же вас тут, ребята? Я пытаюсь вспомнить, как называется та штука, с помощью которой скринкастер пишет. Она называется рекстарт. Да. Пошла. Ну, очень хорошо. Мы тогда откроем новый экранчик, потому что, на самом деле, нам нужно именно сюда. Вот. Вот, значит, интерфейс командной строки, который нас будет... Нас будет некоторое время преследовать. Вот. А если вы решитесь заняться линуксом всерьез, он будет преследовать вас всегда. Ну, вместо того, чтобы показывать его, я сначала покажу другой интерфейс командной строки, чтобы было понятно, что, вообще говоря, на шелле, на, вот, собственно, оболочке линуксовой, свет клином не сошелся. Те из вас, кто ходит на лекции по питону, который происходит по пятницам, вот, могут вспомнить, что питон... Эй, что питон... Нет, это второй питон, а я хочу третий. Это тоже интерпретатор командной строки. Вот. И, более того, он обладает всеми свойствами интерфейса командной строки, удобными для нас с вами, которые мы увидим сейчас и в шелле. А именно, сам диалог между пользователем и программой устроен таким образом, что вы выдаёте некоторую пачку команд, эти команды интерпретируются интерпретатором командной строки, выполняются и выдают вам ответ, да? Ну, вот что-нибудь в таком духе. Это плохая команда. Вернее, даже не так. Так, это хорошая команда, только она бессмысленная, потому что питон не знает ничего про объект под названием dfg, sdfg. Вот. Да, соответственно, ну, можно же набрать какую-нибудь другую, более интересную команду. Вот такую команду, да? Мы помним, сколько их там бывает. Или вот такую команду, или ещё чего-нибудь. Или вот такую команду, в конце концов. Это у нас язык программирования, его основная цель, это, собственно, программирование. Соответственно, объект, который в нём существует по умолчанию, это, скорее всего, традиционный для языка программирования общего назначения, традиционные объекты вроде там чисел, строк, массивов, списков, вот этого всего. Вот файлов. Но файлов не обязательно, да? Именно вот, ну, то, что требуется для программирования. Соответственно, когда вы работаете с этим языком программирования, у вас есть какая-то история, в которой можно что-то поискать, да? Вот. У вас есть какие-то удобства по работе в командной строке. В этом интерпретаторе они одни. Там, если кто-то из вас пользуется idle, написано самим Gwida, там немножко другие удобства по работе в командной строке. Ну, короче говоря, помимо того, что это язык программирования, это ещё и какой-то интерпретатор команд. Причём, как устроена команда? Мы набираем эту команду, она разбирается на лексемы. Ну, вот, например, вот эта команда была разобрана на лексемы. Каждая из них интерпретируется, выясняется, могут ли эти лексемы в таком виде встречаться в данном контексте. То есть, происходит синтаксический анализ. Если он верный, происходит выполнение данной команды. Вот. Вот вам интерпретатор командной строки. Который в точности так же устроен, как и все другие интерпретаторы командной строки. Даже принцип совмещения потоков данных и потоков управления в нём отлично соблюдается. То есть, например, если мы выдаём команду, которая не нравится нашему питону, то он прямо на тот же экран, на который он вывозит основные данные, выводит диагностику. Если мы смотрим какую-то помощь, ну, например, вот там, то прямо на тот же экран, на котором мы программировали, выводится помощь по функции, скажем. Ну вот, это для тех, кто может быть знаком с питоном, а с его интерфейсом командной строки, чтобы было понятно, что, в общем, есть ещё куча разных интерпретаций командной строки. Да? Ну, например, ну, не знаю, MySQL какой-нибудь, да? Система управления базами данных. Вот. А это тоже интерпретарь командной строки, он тоже распознаёт язык, соответствующий управлению базами данных, он тоже содержит редактор командной строки со всякими плюшками. Ну, вот. Вот. Собственно, редактор командной строки, называемый Shell, то бишь оболочкой, работает совершенно так же. Он работает по принципу диалога между пользователем и системой, то есть вы вводите команду, команда обрабатывается, вам вводится диагностик, вы читаете диагностику, на основании этой диагностики вводите следующую команду и так дальше. Понятно, что какой-нибудь огромный запуск какой-нибудь программы это тоже в каком-то смысле интерпретация. Вы запустили программу, она выполнилась, и по её результатам вы побежали что-то делать. Но идея именно в диалоге, что вы даёте такую микропрограмму, она выполняется, вы тут же получаете результат, тут же даёте следующую команду и так дальше. Вот. Ну, не знаю, там. Вот вам такой типичный пример, нетипичный, но частый пример команды и её выполнения. Значит, команда была date, со всей очевидностью она предназначена для выдачи текущей даты, а команда календарь для выдачи текущего календаря. Да вот. Вы ввели команду, произошла её интерпретация, выполнение, результат выполнения вывелся на экран. Вот. Точно так же, как в случае питона, и даже в каком-то смысле более круто, в интерпретаторе командной строки shell в оболочке реализовано удобство работы с командами. Вот стрелочкой вверх нам показывают историю, причём это история хранимая. Видите, я тут читал, явно читал лекцию по питону, и тут много всяких запусков питона, айдл и всего остального. Вот. Может быть, мы чуть позже к этому вернёмся. Вот. Если успеем. Должны успеть. И точно так же, на самом деле, язык программирования, то есть, тот язык команд, который вы даёте shell, является языком программирования, причём довольно языком программирования довольно высокого уровня. То есть, вполне можно записать самостоятельные программы на шеле, они называются, собственно, сценарии, да, и shell скрипты, да. Вот. Но слово скрипт уже как-то вошло в язык, как перевод слова сценарий с нерусского на нерусский, но я предпочитаю говорить слово сценарий. Вот. Так вот, значит, язык программирования, формализованный shell тоже существует, его можно использовать, в смысле нужно, когда вы пишете нам сценарий. Всё аналогично. Где же разница? В чём, почему, собственно, на свете не существует ровно одного универсального интерпретатора командной строки? Вот. Разница, конечно же, в том, какого рода задачи вы решаете. Если вы пишете на питоне, вы какие-то программируете программы, и ваша задача как бы реализация алгоритма. Если вы пишете на shell, ваша задача взаимодействие с операционной системой. Поэтому, согласно вот тому списку, у нас первым делом будут работа, дальше, что у нас там? Файловая система и файлы, и процессы. Значит, ваш интерпретатор командной строки должен хорошо уметь работать с системными объектами, и пользоваться, ну и вступать в отношения с системными субъектами. То есть запускать процессы, которые будут работать с файловой системы, и самостоятельно с файловой системы работать. В этом смысл. Потому что, как было сказано довольно голословно, ничего кроме файлов и процессов на самом деле не существует. С точки зрения компьютера все остальное это такая виртуальность и видимость, ничего в нем нет, кроме файлов и процессов. С точки зрения, конечно, все наоборот. Компьютер есть, а файлы и процессы это несколько ну представление о объектах который где-то в двоечном виде валяются на тем не менее вот то есть он про нас думают компьютер мы явно и явно какой высокий уровень виртуальности для компьютеров мы как пользователь значит это на самом деле возможно мы успеем сегодня про это поговорить накладывает очень интересные требования на сам язык программирования шар это такой язык который предназначен для манипуляции файлами и процессами вот в частности это наверное будет первое что мы узнаем такой вот первый базис который мы узнаем про ну кстати вот смотрите что-то написано кошка о . пы давайте выполним эту команду в конце концов ага по всей видимости команды кат кошкам отношения не имеет а имеет а занимается просто выводом на стандартный вывод всего того что лежит файл очень удобная команда нужны кстати действительно иногда бывает нужно видимо она происходит от слова кат кат катенейшн что как бы намекает нам на то что можно сделать можно несколько файлов вывести в один и тот же стандартный вывод ну вот он и так что как много файлов слушать о канаде каноническая схема цикла в представлении в представлении модельных машин да ровно так ведь у нее пять пунктов они четыре как как в канонический схеме цикла отлично а вот еще вот такой есть файл я не знаю что он что он вообще все представляет программа модельной машине так кстати вот эта команда лс от слова лист обратите внимание что пользуюсь пользуюсь стрелочками для перемещения по по истории команд дать какой найдем еще в туду есть волк давайте посмотрим кэт туду ух мамочки нет да шо ж такую очень пока хорошо хорошо давайте мы сделаем вот так вот календарь больше и имя файла ну не знаю о . а нету слова календарь нету нет слов календарь появился у это аляс о 2 так вот вам кстати еще одно свойство шелла при направлении ввода-вывода но мы к нему еще дойдем нельзя рассказывать надо просто последовательно вот мы создали файл 2 . текст и где он вот вот и давайте мы сделаем вот так как о . текст и о 2 . текст вот видите это просто программа который склеивает несколько файлов сколько хотим на самом деле в на один стандартный вот и все поэтому называется cutie nation да это просто ну как бы кстати такая программа есть есть ну к этому придем еще хорошо просто мне пришлось воспользоваться забежать чуть чуть-чуть вперед но это будет следовать прямо сегодня я надеюсь вот кстати как вы думаете что есть команда cat выводит файл кто-то команда тег чего делаю но это не очень понятно а вот если я скажу вот так вот то будет понятнее вот да вот его задом наперед не знаю зачем надо но вот бывает нужно кстати мы мы про это тоже поговорим зачем это может быть на так это я к чему это я к тому что на самом деле все что вы делаете в командной строке за исключение быть может основных конструкций языков языка программирования типа цикл условного оператора функции собственно все а и переменные еще про переменные тоже будет разговор все что вы делаете в командной строке это на самом деле вызов всевозможных команд вот подавляющее большинство этих команд кроме там очень ограниченного числа это вообще не какие-то конструкции которые распознают наш язык программирования наш шелл это не команда тег и команда cat и команда дэйт и команда календарь не являются конструкциями языка программирования шелл это на самом деле такие программы которые мы просто запускаем по имени вот вам первый очень важный момент чем язык программирования shell как специализированный язык для работы с файлами и процессами отличается от большинства других языков программирования процесс шели это запуск процесса всего лишь указание имени соответствующей программы фактически просто имя файла даже не фактически а вот ровно это и есть имя файла который лежит где-то там где-то где-то мы про это будем говорить когда будем говорить про файлы системы да в юзу на самом деле не совсем есть специальное место где описывается где лежат ваша программа до всех местах которые указаны где надо там и лежит пока что вот и так значит утверждение номер один большинство команд доступных в в терминальном окружении это просто программы которые где-то там лежат и вы просто запускаете по имя вот соответственно вспоминая прошлую лекцию что у вас программ вообще говоря столько сколько вы установили по времени так количество программ зависит от количества установленных пакетов вы понимаете почему вопрос а перечень как это пришлите мне пожалуйста список всех команд linux это вопрос бессмысленный вот вшитые встроенные программы как вам сказать и да и нет смотрите предположим вы имеете дело ну не знаю там с android в котором ядро linux и мало того что есть ядро linux есть какая-то какая-то командная часть от linux взяты там взяты только те программы которые нужны для запуска собственной исполняющей системы android и кажется больше ничего то есть взяли там собственникой дистрибутив это нету там есть ядро есть буквально там десяток каких-то странных команд некоторые из них действительно стану как странные не самые нужные в обычном случае ну какой-нибудь не знаю там вайфай демон а что-то такого что вот вам прям нужно 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 на самом деле там нету и для того чтобы пользоваться android как таким своеобразным не до linux он туда надо ставить целую пачку дополнительно чего-то причем вы поставили пачку дополнительно обнаружить что там тоже очень мало что есть так называемый без и бокс вот то есть можно говорить про то про то что есть какие-то команды ну вот такие существующие еще со времен ранних юниксов без которых обойтись нельзя они же программы но вот примерно ими мы сейчас и будем заниматься вот но повторяю их довольно много в целом так 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 да значит еще раз ну вот например утилиты и дас влс лс входит в базовый вот этот самый базовый набор потому что вы не можете просто посмотреть список файл а теперь вы можете посмотреть писать правда видите современные лес он умеет например раскрашивать вывод вы же понимаете что не бывает синих файлов зеленых файлов вот давайте так сделаем я думаю что вот так будет бин лс будет а вот нет ни синих ни зеленых вот на самом деле современные лесу что вот это дело буквально пару лет назад научился зараза видите если файл с пробелами раньше начал позже вот год назад вот еще не было если файл с пробелами он зараза пишет вот здесь вот апострофы с двух сторон хотя их там нету в имени файл давайте посмотрим альбома вот минус q большое а если а а а если я не хочу минус q вот ставил это не она да не она блин ну давайте поищем еще нету больше как выключить эту ерунду а вот минус ны где там был с минус ны а вот теперь файлы с пробелами видите выводится как как просто как вот собственно даже не так можем минус минус голод равняется но убираем будет свет убираем минус н будет еще и вот эти кавычки страшно вот мы тут кстати я не зря на этом так залип ну то есть я конечно залип но не зря потому что мы приближаемся к пониманию того что собственно считает как собственно разбирается команды на части вот в этих примерах мы хорошо видели что первое слово той строки которые мы вводим это команда а дальше идут какие-то какие-то ее параметры ну например вот такие да а вот убираем это получаем раскрашенный не тут ничего раскрашенный сейчас будет убираем это получаем еще кавычки там где именно ну да здесь нет имен уйден с пробелами но тем не менее вот значит таким образом у нас первое слово нашей нашей строки обычно мы не всегда я покажу потом что еще можно сделать первое слово эта команда все остальные слова это собственно параметры причем что такое слово ну вот давайте возьмем вот эту команду где она тут вот такую слово это последовательность неразделителей мы можем сюда вставлять какое-то хотим количество разделителей вот и все равно она будет совершенно одинаково работать вот видите ну более того возьмем еще одну очень полезную кстати это эта программа но в современных шеллах она может быть встроенной командой вот к вопросу о том какие команды встроены команда эхо вот ну догадайтесь что она делает выводит то что ей указали в качестве параметров так вот как раз здесь хорошо видно что этой команде передается два параметра они и выводятся через пробел что вы тут при этом на вставляете какое количество разделителей совершенно неважно команда эхо принимает два параметра вот видите горит что она встроенная но в принципе их бывает бывает много одна есть и встроенная эхо и на всякий случай ах который лежит в каталоге службе вот этих самых утилит скажем так наверное не с того на это но тем не менее смотрите поскольку мы договорились что взаимодействие с интерфейсом командной строке в случае шелла в случае линуксовой оболочки направлены на работу с файлами и текстами логично ожидать что среди этих команд будет много команд работы с файлами и текстами вот это особенно актуально по той причине что вся информация которыми мы обмениваемся с компьютерами вся вообще вся все что мы сейчас делали это текст вот среди на мы в нашего диалога а он видите долгий довольно таки среди нашего диалога не было не было ничего не равного тексту это наводит на мысль что команды работы с текстами это вообще очень удобная штука потому что с результатами работы других команд можно потом работать с помощью команды обработки текст про это мы тоже постараемся поговорить сегодня и видимо видимо больше ничего не успеет ваша кормят вот то есть существует довольно большой класс программ которые предназначены для решения задач взаимодействия системой а именно работа с файлами и текстами эти программы обычно называются утилитами то есть полезностями утилитис точного точного разделение между программами которые будут называться утилитами и к программе которые будут называться мы не знаю приложениями вообще говоря нет ну вот не знаю как но принято их разделять значит если программа решает какую-то конкретную пользовательскую задачу особенно если она там графическая она называется приложение да если программа запускается командной строки и вообще говоря предназначена для решения под задач общего типа там работа с файлами просмотр списка файлов обработка текстов преобразование текстов работа с процессами так дальше и так дальше используется для управления системой называется утилит вот четко разделение скажем так чем утилита более утилита тем меньше смысла и удалять ее система чем приложение более приложение тем более маргинальную нишу она занимает вот тех самых утилит на самом деле в линуксе много ну вот в одном каталоге слэш бин давайте вот так скажем ну и вот так вот дай ну сколько их тут дайте посчитаем 198 штук а уж в юсербин их так на минуточку почти две с половиной тысячи что они там делают эти две с половиной тысячи да я не знаю ну не буду же я учить все это наизусть нет их правда там много вот zip какой только не один из чего следует на самом деле одна простая вещь да вы мы не можем выучить все утилиты которые используются в вашей линк системе мы должны научиться их искать искать то что нам нужно среди вот этого многообразия это был лс вот ну видимо пора видимо пора не немножко еще раскрыть несколько несколько тайн значит смотрите договоренность о том что является параметрами нашей нашей команды значит команда это первое слово вот все остальное и и параметры параметры бывают ну грубо говоря трех типов вот ну двух просто потом они делятся значит параметры бывают содержательные то есть которые отсылают каким-то объектом ну например к файлам типичный пример это файлы и параметры так называемый ключи options вот содержательные параметры они указывают имена объектов с которыми наши утилиты работают а ключи изменяют логику работы самих утилит то есть вот мы хорошо видели что вот это вот самая вот вот эта вот команда у нее собственно два ключа в качестве параметров и какое-то количество вот здесь вот ну давайте мы один параметр чё удалил лишнее и один параметр в качестве содержать ну или там два значит вот это ключи а это содержательный указывающий в данном случае имя файл потому что это лс это утилита работа при этом ну и так же как да вот у него пожалуйста давайте посмотрим что можно делать еще с ну ладно так и быть почитаем она русском смотрите есть ключик минус н вот значит модификаторы выполнения ключи это модификатор выполнения которые говорят что данную теле то надо она будет работать немножко не так а так как вы хотите иначе бы у нас если бы на у нас на каждую под задачу была своя утилита у нас бы просто не хватило всех буквы сочетаний на свете вот не говоря уже о том что каким-то образом и хотя бы чуть-чуть запомнить то что там происходит было тоже нельзя поэтому утилита решает некий класс под задач модификаторы выполнения слегка модифицируют класс ну вот например ключик минус n у нас к утилите cat говорит о том что надо номера строк посчитать ключи как мы только что видели бывают двух видов одни из них называются однобуквенные другие называются полнословные к сожалению это все не жесткий регламент а мягкий стандарт и часто встречается особенно среди очень 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 старых программ что ключи не поддерживает этого этот стандарт например минусы дальше слова они два минуса и дальше слова как здесь или например вообще без минусы прям вот слову пишется это слово на самом деле этот параметр на самом деле не содержать на а является ключом в очень старых утилитах типа dd так но тем не менее подавляющее большинство современных утилит устроены именно таким образом что у них особенно утилит которые делают сообщества гну что у них есть один тот же ключ может встречаться и в длинной форме то бишь полнословные и в коробках длинную форму легко выучить но я не помню но изюзь какой там короткий ключ кстати давайте почитаем нету там короткой формы есть только длинный форум вот а короткие формы это те которые часто используются чтобы значит не вот видите вот например параметры ls вы можете писать минус а может писать минус минус у вот или скажем что еще интересного можете писать минус и может стать минус минус ай ноут интересно это это только в длинной форме вот вы можете писать минус и такой лес минус и классическая команда просто вот руки сами тянутся ее написать а можете писать там минус минус формат лонг это одно и то же давайте сделаем лс минус цель нам будет страшно да нет ничего страшно смотрите все что является каталогом начинается на букву d все что является файлом не начинается на букву d вот вот это имя пользователя а это имя группы это размер это дата дата когда он заведен да вот есть какие-то волшебные еще rvx 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 о которых мы поговорим чуть более потом но как минимум одну вещь я сразу скажу что x означает что файл файл является программ его можно запустить внимательный глаз отметит совпадение между наличием x вот в этой колонке и внимательный глаз громче x в этой колонке соответствует чему в этой выдаче так а еще чему нет в самой выдаче чему соответствует до зеленому зеленому цвет в правой колонке то есть это такое просто удобство что это просто цвет вот смотрите давайте мы вспомним наш лс вот по-моему так вот минус минус color вот так вот нет тогда но он но нивер нивер и уменьки нет никакого зеленого цвета а x естественно есть никуда не девался вот а ну и так дальше что еще тут можно интересно ну собственно ничего вот документация нам бы нам говорит о том что нам говорит о том что у всех что в случае программы лс основной на то есть полный набор ключей полнословный потому что их наизусть не выучить вот а для некоторых полноосновных ключей есть короткая форма вот такой вопрос для настоящего хакера до сказать навскидку какая буква не является ключом программы лс кстати кажется никакая любая является понятно что запомнить это невозможно но если вы этим пользуетесь часто если для ваших целей нужно использовать конкретные ключи при работе с какой-то конкретной утилиты довольно просто запомнить тем более что как правило стараются соблюсти принцип аббревиативности вот скажем в утилитах более простых вот пожалуйста минус d означает задать дату до минус и означает обратиться к файлу минус и означает обратиться к референс файл да ну то есть вот скорее всего скорее всего буква однобуквенного ключа отвечает какому-то действию минус у означает выводить universal time чего-то там да минус х в подавляющем большинстве случаев это то же самое что минус 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 в подавляющем большинстве случаев то же самое что минус минус вербокус принцип аббревиативность хелп ну х буква х что не обычно обычно минус минус хелп что ну вот вам пожалуйста на минус х выдает мудрер хелк ману да там и лэс меня вообще будет лс минус х не лс минус они там ходу за задействовать вот ну в общем в общем в общем как правило да вот а вот минус минус help он как бы работает почти всегда если вообще у вас к программе есть программе есть полна полнословный полнословные ключи пожалуйста вот это кстати такой такая такой закидон немножко на еще одну тему сегодняшней лекции а именно как получать информацию о в данном случае информация об утилитах тех самых программах которыми вы пользуетесь командной строке достается легче легкого первый способ присобачить к ней полнословный ключ минус минус help или короткий ключ минус х в зависимости от того что она понимает и получить в общем какую-то краткую помощь второй способ вызвать утилиту man который вам все расскажет в достаточно структурированном виде ну что вы не 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 возвращаться к этой теме второй раз давайте сразу и поговорим на эту эту тему что во первых как видите утилита man может быть даже на русском языке есть значит такие люди которые перевозят вас скорее всего документация на русском будет слегка устаревшие потому что люди которые переводят их гораздо меньше чем людей которые делают вот ну то есть кто-то же делать все эти утилиты кто-то пишет ним документацию и когда он их переделывает он переписывает документацию переводчики если успевают то переводит тем не менее тем не менее игрека нету среди маленьких букв нету y и за это кстати тоже не да последний сакс действительно значит да а кстати нет давайте давайте-ка мы прочитаем настоящему а тут нет кстати списка как обидно да значит что обычно есть какие обычно есть секции в том что во первых что такое man man это просмотр меню page просмотр станет документации выполняется он с помощью специальной программы которая раньше называлась more то есть больше а теперь называется лес то есть меньше вот 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 это мне не нравится конечно вот значит сейчас секундочку я посмотрю на вещь не помогло хорошо давайте так сделаем все равно не помогло ну ладно бог с ним мне не нравится что в данном лесе подсказка неправильные подсказка неправильные подсказка неправильные короче говоря когда вы просматриваете а ну давайте вызвать утилиту лес в конце концов у нас есть файл большой какой-то вот вам кстати еще один еще один параметр все маленькие еще один параметр ключа программа лс ключ минус с от снова минус минус сайз который выводит размер килобайт филе . txt например нет он совсем маленький ну да давайте попробуем вот кроме большой до текстовый файл но большой не текстовый не очень хорошо там мы не поймем мы не поймем что там написано вот это все маленькие хорошо давайте так и сделаем давайте так и сделаем то нормально разметки не будет вот в этого хотели ну вот смотрите вот этот файл вот он довольно большой до 33 килобайта занимает вот мы смотрим команды лес нет все таки мне это не нравится что тем же самым до обычным антасон те же сам вот смотрите сейчас я нажму х и нам будет что умеет учу умеет программа просмотра который называется лес она умеет ходить по файлу она умеет искать она стоит рискать искать регулярные выражения она умеет вызывать редактор она умеет искать строки не соответствующие регулярному выражению она умеет переходить по файлам она умеет расставлять метки переходить по меткам короче я всего всего что она умеет не помню вот и всем этим можно всем этим можно пользоваться когда вы читаете да вот в адрес тоже ключевыми дохрена да значит работают стрелки работает пижа поедем главное это нажать на букву q чтобы выйти а то не всегда хотя по умолчанию она вот и когда вы дошли до конца а вот нет надо нажать на клуб чтобы выйти кстати сказать кто называл хелп питоне то же самое сейчас узнаете вот он это он же давайте нажму букву х большое опаньки зачем зачем делать свой собственный отдельный хелп когда в смысле отдельную смотрел к тексту когда она уже есть вот как видите она еще и разбирается с с раскраской на самом деле это не раскраска на самом деле это так называемый подчеркнутые так называемые жирные символы просто здесь они раскрашены в правильные цвета вот ну короче короче я знаю кто во всем виноват почему меня строка подсказки в лес черного цвета я поправлю вот значит команда лес которая предназначена для просмотра для интеллектуального просмотра файлов вот интеллектуально а подсистема помощи видим в виде страниц документации видимо на фиде меню пейдж руководство существует по всем утилит если вы пользуетесь и пользуетесь дистрибутивом типа деда или деривативом каким-нибудь вон там она есть вообще man есть вообще по всем программам установленным в вашу систему правда с некоторой вероятностью в этом мане написано этот man написан для того чтобы мой пакет вообще приняли в дебят потому что в тебя не нельзя ставить пакет без ман а дальше смотрите документацию в таком-то месте и тем не менее даже это в общем очень неплохо потому что там написано где смотреть документацию вот иногда иногда ну например ой что это а это это какой-то это какая-то админская штука вот иногда вы можете увидеть что в мане написано в разделе все волосы а нет здесь не написано и какие еще есть какие еще и секции на секция имени в документации секция синопсис который как правило описывает как вызывать данную программу вот здесь как не очень удобно написано а вот в каком-нибудь элесе да а тут вот ну это слишком большой эхо да шо ж такое у них какой-то общий формат неправильно я хотел я хотел показать как выглядит синопсис а тут прям ну блин ну какую ночь а ну вот они тоже нет ну неважно смотрите общем 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 формат вызова а потом описание в разделе description описание как работает иногда выделяется отдельный раздел options который описывает именно ключи вот здесь например да отдельный раздел examples и еще отдельно разелся разделся ос вот это очень важный пункт на котором я хотел бы остановиться когда вы рассматриваете man у вас всегда в конце есть некий список дополнительной документации которую авторы этого конкретного руководства решили решили что вам интересно будет посмотреть вот например когда мы читали man по так по коту каком-нибудь да в разделе сеосы была еще ссылка на программу рев можно почитать man по реву рев и и вот это слово мне нравится да вот кроме того что сейчас происходит я не знаю назначение этой программы нет все вместе хорошо читается да программа стратегической важности да 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 программа стратегической важности совершенно справедливо я не знал что русский язык заданный вперед такой смешной да 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 все 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 а в конце мана по реву ссылка обратно на так они они образуют такое если хотите семантическое гнездо да то есть вроде как ничего больше нет вот ну и так дальше то есть в разделе сеосы могут встречаться ссылки на другую документацию в том числе на другие man страниц в каком-то недостижимом идеале которую к которому стремились юник системы там 20 лет недавности вся вот эта документация должна была разбита быть на такие вот семантические кластеры ссылающиеся в основном друг на друга чтобы среди них искать нужную вам информацию и такие значит связки между ними когда вы хотите внезапно пойти по вот этим рассматривая эту документацию пойти в соседний кластер ну например сменить ваш поиск от утилит которые скажем преобразуют текстом в задом напередном плане утилитом вообще преобразующим текст например там сортировки еще чего нибудь ищем вот к сожалению это цель идеальная так никогда и не была достигнута потому я подозреваю что ее собственно никто обычно в виду не имеет но человек пишет документацию ну еще вам наверное посмотреть то 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 и тут вот вторая причина состоит в том что текстовая документация существует не только не только в формате manual page который очень очень жесткий как видите строго не строго но достаточно хорошо станет стандартизированы из каких частей состоит manual page если вы хотите написать документацию в более свободном стиле ну там какую то такую статью с главами под главами описанием примерами работы вот этим всем то может быть вам будет тесно в рамках в рамках manual page тем более что manual page фактически такой текста текстовый формат ну то есть но тут только текст жирные символы и подчеркивание причем смотрите сейчас я попробую это сделать сейчас мамам мы здесь нету ладно опущу это раньше я приводил в примере откуда там зелененькие синенькие буквы вот синенькие символы по моему жирные а зелененькие это это курси это подчеркнутые символы вот и фактически стандартный формат состоит в том чтобы вывести символ дальше вывести бэкспейс вывести еще раз этот символ вот это распознается как жирный просто повторная печать на одном и том же месте а если ты выводишь бэкспейс в смысле подчеркивание потом бэкспейс потом символ это воспринимается как подчеркнутый символ просто программа лес умеет их перекрашивать в нужный цвет вот такие последовательности не более того вот ну довольно забавно это все выглядит конечно ну вот но бог бы с ним вопрос сейчас другом вопрос сейчас в том что вам может быть тесно в рамках тесно в рамках тесно в рамках монпэйджа и вас могут послать вот здесь например да силос вот вас могут послать в текстовую документацию другого формата который называется инфо инфо в отличие от манов не обязательно существует к вашей программе но зато она довольно развесистая в плане в плане того как вы оформляете фактически оформляется как книжка вот например просмотр документации по группе утилит который называется кори ютилс вот и тут ведь это прямо книжка это это вот звездочками отмечено меню вы можете ентером туда попасть и прямо вот читать читать не перечитать буквы вы можете попасть обратно вот здесь где-то были всякие команда команда короче сэш можно можно там найти да мы искали так вот она так он окей и вот вам документация по этому самому так а это уже другая нл как вот если заглянуть в инфо инфо значит главное научиться в инфо навигировать он довольно довольно он воспроизводит интерфейс управление его воспроизводит интерфейс редактор гимакс вот поэтому слава богу q работает поэтому там идти но вот есть нажмете вопросить на знакомых вам расскажет как им пользоваться например отсюда надо выйти пока мы не по команде q по команде кажется x да вот по-моему есть еще пинха я себя помню пароль вот смотрелка для инфо более разумная в некоторых системах например в кд по моему есть смотрелка для инфо в броузере вас и для манов тоже но поскольку мы сейчас говорим о командной строке сейчас я закончу мне кажется пора уже двигаться дальше поскольку вам говорим о командной строке то здесь нам как бы вот о есть там с навигации проще в этой пинхи и она умеет раскрашивать там стрелочки и янтер ну как у людей а не какой этих гимаксе и 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 забросил где-то в году в шестом и и с тех пор что-то изменилось ладно жалко конечно ну вот значит она пользуемся инфо как как белые люди кстати надо поправить наверняка она может заработать и тут куча вся вот кстати одна из любимых моих утилит для приобработки текст вот людей так вот она выдает количество строк количество слов и количество символов вот в этом вернее букву вот в этой выдаче вот так по системы помощи и так есть инф есть минус минус help или минус х есть man есть инфо и то и другое и третье работать в том же самом терминале вам совершенно не обязательно оттуда выходить в любой в любом в любом окружении программ который вы установите есть обязательно нечто называемая эмулятор терминала и это ну вот вот то самое с чем работа кстати сказать есть еще так называемая консоль линуксовая которая сейчас показывать не буду потому что скринка записывается отсюда вот но в принципе всегда можно нажать по последнюю складочку он alt и f чего-нибудь и перейти в текстовую консоль я это кстати показывал на прошлой лекции когда загружал загружал резкий диск который вообще был из одной консоли там не было графического окружения вот control alt alt f что-нибудь вы попадаете в консоль совершенно текстовую и там может также точно работать как вы работаете в терминал вот иногда это бывает нужно так поговорили 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 значит что мы еще успеем сегодня когда мы начали мы начали минут в десять до то есть у нас еще минут 20 в общем сложно ну хорошо значит про ключи бы поговорили они являются модификатор на выполнение еще один способ модифицировать выполнение программы это задать так называемую переменную окружению в шеле как в других языках программирования есть переменные как в подавляющим нет не подавляющим как в некотором количестве интерпретируемых языков программирования того времени особенно высокоуровневых переменные все в шеле текстовые вся как 1 все новые того же типа вот но поскольку наш shell предназначен для управления системой было бы интересно как-нибудь совместить понятие переменная с понятием управления и она совмещается очень простым способом мы задаем некоторую переменную говорим что это не просто переменная переменное окружение и запускаемая нами утилита команда эту переменную окружение принимает к сведению вот выглядит примерно так вот мы говорим mandate вот так и получаем mandate на русском языке вот мы говорим пожалуйста перегрузи нам локаль и сделай ее ну не знаю там c это значит базовый без перекодировки в какой без без пересчитывая в какой-нибудь язык и получаем базовую документацию на том языке на котором она была написана как видите теперь у нас первым словом в нашей команде является не команда а перегрузка переменной окружения ну или например вот такое что там у нас было минус и он да а если мы скажем колу мы нас и равняется ну скажем 40 не ничего не получается почему нет нет он 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 смотрит в статы игрек он не смотрит в качестве комнат жалко ну вот а ведь по умолчанию он ходит ходят терминальной линии спрашивать сколько колонок у нас на экране нарисован вот а то есть если не не находит тогда вот тогда ему становится странно и он жалко ну ладно ну мы можем написать вот так вот например тем равна терм равняется ерунда какая-то вот и тогда у нас его станет не цветной потому что мы перри перегрузили переменное окружение терм он не знает каким образом раскрашивать наши вообще терминал довольно забавная штука как видите он умеет выводить цветные буквы но если вы думаете что это что это какие-то особые буквы то вы ошибаетесь на самом деле все гораздо проще а вот так вот если мы сейчас посмотрим ну давайте мы попроще о звездочка . звездочка вот вот у нас есть одна зеленое слово и три не зеленых слов дайте еще задом наперед вот если мы сейчас посмотрим чем отличаются буквы зеленые от не зеленых вот так с помощью детей хекс дамп которая собственно вы выдаст нам шестнадцатеричный дам потому что мы видим сейчас на экране вот видите справа хекс дамп выдает собственно чё-чё было выведено на экран а слева она выдает шестнадцатеричные значения этого этого чего мы обнаружим что зеленый зеленый о точка пы выглядит вот так давайте посмотрим что при этом выводилась на экран вводился символ и скейт с кодом один бы меньше чем пробел дальше 0 м что это . а нет из кейт скобочка 0 м из кейт скобочка 0 1 то точка запятой 32 и только после этого был вывезен о о . п вернее о . вот я просто немножко этим занимался в свое время много и поэтому я сразу могу сказать что escape 0 м означает сбросить состояние терминала в исходное я имею ввиду букв который будет выводиться escape скобочка 0 1 . 32 м означает задать цвет печати 1 а цвет фона 32 а нет соврал 0 1 это не цвета что-то еще это типа жирность это типа будут буквы жирные и еще они будут 30 цвет фона цена печати 32 то есть там типа зеленый на каком-то вот дальше у нас вы было выведено слово о . пы а дальше мы опять сбросили все в черненькое это очень легко проверить если вывести вы запустить утилиту cat который как вы помните выводит все что вводит в данном случае она вводит прямо из-за стандартного ввода вот ведь очень полезно тебе как там escape скобка скажем 34 м ой escape сколь скобка escape скобка 0 и escape скобка escape скобка сколько там было 0 1 , 34 м знаете что будет они будут жирненькие и яркие видите escape скобка мигать мигать у меня выключено я надеюсь ну в общем вы меня пони не помню как мигать а вот это место вместо мигания она серенькая вот короче говоря никакого секретов раскрашенные букв нету наша утилита в данном случае лс или лес или текстовый редактор знает о том как переключать наш конкретный терминал который записан переменный терм переменный терм который называется�к стерн тип его x7 знает о том как переключать данный конкретный терминал в разные цвета и поэтому раскрашивает кстати сказать для удобства синтактического разбора обращение к содержимое переменные в шелли выглядит как доллар ими перемен в команда сет нам выдаст все перемен а также все функции вот они все переменные которые определены в подавляющем большинстве случаев это переменные окружения которые наследуются дальше и нужны для управления разными утилитами но вот в частности все таки я хотел показать это покажу в частности утилита лес управляются вот 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 этими штуками вот давайте мы немножко забьем это я вот это вот хочу все по убирать да блин вот кстати команда . выполняет сценарий написанный на языке программирования shell причем прямо вот текущей копии шелла поэтому если там была синтактическая ошибка могло бы произойти ну и что сейчас дать посмотрим о все стало гораздо лучше смотрите что я сделал я убрал переменные окружения которые описывали как рисовать подчеркнутые буквы как перерисовать жирные буквы и как рисовать строчку внизу теперь у нас лес не цветной у него жирный буквы жирная подчеркнутые подчеркнутые вот вам пример управление 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 утилитами с помощью изменения переменных окружений я просто перебил вот эти штуки которые этим управляют и теперь он теперь вот такой красивый ну или некрасивый кому как больше нравится мне так больше нравится она так это напоминает о том как она на самом деле устроена так значит это я сказал это я сказал и это я сказал удобство то есть я почти все сказал смотрите поскольку у нас такое вступление в вот эту командную строку какие еще утилиты бывают мы посмотрим в следующий раз заодно посмотрим как вам с файлами права доступа вот это все а сейчас еще одна важная вещь несколько важных вещей которые бы очень хотелось который бы очень хотелось показать для того чтобы показать насколько шелл в общем хорош в качестве именно языка программирования которые вы используете для взаимодействия системой для запуска процессов и для работы с файлами смотрите я уже показал операцию перенаправление вывода значит как она в действительности работает на то чтобы понять как она в действительности работает надо вообще понять как работает такая банальная штука как запуск команды по имени на самом деле не такая простая вещь пойдите напишите это на сей писали я думаю да значит на втором курсе писали вот значит сначала вам надо найти где она лежит но я теперь могу пропалить это есть переменная пас переменное окружение пас где перечислены все каталоги среди которых будет искать буду будет происходить поиск ваша программа через дуэ . ведь я сильно подозреваю что она видит лежит в бим да она лежит в бим командочка type вам покажет что собственно вызывается по-по-по-по команде вот так вот значит о перед направлении вывода да так вот значит сначала надо найти эту команду дэй потом нужно запустить процесс новый передав ему все окружение слава богу в линуксе это делать очень просто в прошлом семестре мы на лекциях обсуждали даже как это носить делается прошлого прошлой весной что вы сначала выполняете операцию форк который за нового процесса делать два совершенно одинаковых процесса только с разными идентификаторами потом один из них выполняет экзек то есть запускает вместо себя другой процесс при этом все окружение сохраняется соответственно все переменные окружения которые определили туда передали они там остаются вот после этого 1 дожидается окончания результатов и только это после только после этого продолжает работу так что не такая простая вещь запуск дочернего процесса и дождаться конца его работы вот кстати я тут извините отступление назад как закончить это все безобразие вам нужно каким-то образом рассказать вашему терминалу о том что файл который вы вводите закончился и это не такая простая вещь как кажется не такая очевидная как кажется нет никакого символа конца файла тем не менее нажимаем control d он внезапно заканчивается почему нет не сигнал дело в том что терминал давайте даже вот так скажем терминал это не просто устройство для передачи данных туда и обратно когда терминал принимает данные с клавиатуры он некоторые из них преобразуют сам то есть на уровне взаимодействия вас и либо именно терминального так называемой терминальной линии да то есть на пути к ядру и вот командачка stt y собственно описывает что именно ядро думает о вашей терминальной линии то есть чем собственно то устройство ввода вывода байков с которым вы работаете отличается от обычного устройства вы 2 года вывода байков как они обрабатываются так называемый cookies режим вот и здесь вот написано что у нас размер экрана здесь написано какие вы можете нажать разные клавиши для управления процессами некоторые из них это посылка сигнала вот control c волшебный и control бэкслэш это просто это будет сикилл а это секует по моему сегин да да сегин значит сини сикилл сегин вот ну и так дальше то есть вообще говоря терминальная линия позволяет управлять процессами и она же позволяет кое какие символы считать управляющими вот смотрите удаление одного символа удаление всей строки конец файла вот вот это не знаю что перевод строки какой-то приостановка выдачи вот приостановка целого процесса это послать сигнал сикстоп вот повторные выдачи ну короче удаление одного слова вот смотрите причем эта штука работает даже если вы делаете к потому что пока вы не нажали перевод строки у вас вот редактируется смотрите могу жить control у ввести что-нибудь другое или здесь нажать два раза control w и ввести что-нибудь другое control d взаимодействие с терминалом происходит в обработанном режиме и за это отвечает терминальная линия команды стты y показывает какая обработка происходит тут всякие интересные штуки ну там запустим какой-нибудь shell скажем стты y но эхо как вы думаете вот это ку-ку почему возникло эхо ку-ку только я сказал но эхо и теперь наши терминальные линии не выводят то что я ввожу ладно выйдем отсюда почему я запустил отдельный shell а нет а я тут как запустил случайно да кстати вот такая замечательная команда ли стты y sein sein это значит ну типа здоровый она восстанавливает параметры терминальной линии до какого-то здорового значения ну скажем эхо включает вот да перенаправление ввода вывода и наверное на сегодня все потому что время нас поджимает так вот перенаправление вывода просто больше вы пишете команду говорите больше и переводите в файл вот она точно также может перенаправить ввод скажем команда wc она и так конечно может посчитать содержимое файла но точно также она будет сочетать содержимое скажем стандартного ввода и точно также можете ей надо дать на стандартный вход этот самый файл и вообще любой команде вообще говоря команда как вообще всякая программа написана скажем носи получает на вход три файла стандартный ввод стандартный вывод и стандартный вывод ошибок прямо уже в запущенном виде уже открытым открывает их операционная система поэтому команде все равно она просто читает со стандартного ввода пишет на стандартный ввод ошибки ввод на стандартный вывод ошибок в какое место ведет этот поток данных она может не проверять можно проверять лс например проверяет потому что он должен он хочет узнать надо раскрашивать или не надо но может и не проверять если она не проверяет то я еще все равно и вот когда shell запускает команду в ци он ей передает два открытых три открытых файлов стадо инсадо cdr и этот стадо им перенаправлен из файла о вот командоваться работала так же как работает она ничего не привет ей просто надо посчитать слова вот так что это тоже довольно интересная штука потому что большинство утилит в линуксе работают именно так читать со стандартного года пишут на стандартный и всегда можно таким образом перенаправить вот ну из из работы ну смотрите нам допустим дэйт дэйт два большего это что у нас будет добавление да вот там есть еще всякие хитрости но из самых интересных хитростей и так называемых серий документ когда вы пишете что-то типа кат здесь бы должно было быть имя файла но файл не создан вы хотите прямо его вот как-то вот ну вот ввести поэтому говорите меньше меньше дальше говорите что у вас будет являться концом файлы мы скажем 4 колеса и дальше вы этого дела вводите а дальше пишите 4 колеса вот он его выбил то есть при этом действительно открывается временный файл туда это записывается то потом это оттуда считывается но или пайп открывается я уже не помню но самое главное что команды кат не знает об этом где просто дали стандартный вот она просто оттуда читаем дозвать их документ если мы будем читать мам пошелу это не вверх хели да нет же о чем пидоками он перенаправлением все хочу да значит вот вывод смотрите файл даже минус эль скажем чтобы было понятно файл а у нас есть файла а у нас нету вот эти два сообщения вот это и вот это на самом деле вывелись в разные потоки до принцип совмещения потока управления потока данных на одном устройстве соблюден мы видим это все на экране но потоки разный вот это стады и стадо вот а вот это стады и доказываю перенаправление стандартного вывода файл ооо привело к тому что данные то есть информация о файле были выведены в оооо а и диагностика был выведен экран потому что стандартный вывод ошибок направлен на экран обратная картина 2 это номер дескриптора стандартного вывода ошибок где вот эта диагностика файл ооо совершенно справедливо ну и наконец мы можем даже сделать вот так вот тогда они все выведутся в стандартный вывод и мы можем сделать даже вот так нет они наоборот сначала вот так а потом вот так вот все всегда ошибаются даже я специально специально ошибся вот вот это называется перенаправление одного потока в другой но идея состоит в том что мы сначала должны перенаправить файл а потом второй поток перенаправить в тот же файл если напишем вот так получится следующее второй поток перенаправить в первый очередь направить файл второй при этом окажется все равно на экране ну понятно да изначально у нас первый ведет на экран номер один второй на экран номер два после этой команды первый идет на экран номер один второй тоже на экран номер один после этой команды первый идет файл а второй на экран номер один а если мы сделаем вот так то сначала нас первый пойдет в файл а потом второй пойдет туда же куда и первым вот вот они оба там лежат но самое главное в шеле не эти а два других способа при направлении вывода который очень простые по видимости но без которых в общем плохо себе мыслиться всякое всякое программирование нашей первый это конечно пресловутый конвейер которым я тут без застенчиво пользовался не объясняя что вот это такое или вот это или вот это вот с этим на проще всего совершенно очевидно что это такое это запустить программу календарь и ее стандартный вывод направить на стандартный вот программы в цель и она посчитает то что календарь выдал опять-таки тот кто из вас еще не учился на нашем втором курсе напишите такую программу нас кто-то уже пытался вот там будет вообще некая хитрость связанная с тем что надо закрыть стандартный вывод потом снова его открыть но для этого создать специальный объект называемый pipe канал вот канал это такой объект файла системы в которой с одной стороны можно писать и с другой стороны читать потом запустить второй процесс у него закрыть стандартный вот потом переоткрыть его подсунув туда канал вот только после этого вы можете запускать отправлять эти процессы свободное плавание вот все это за вас шел делают автоматом с помощью одной палочки как да да слава шел в принципе можно много всяких штук проделать ну например там не знаю сорт л минус 5 минус 4 вот до последний вот трубопровод да в эту трубу вы засовываете потом сортируете потом отрезаете хвост кстати это не надо вот так писать по моему нет нельзя до минус минус что такое там там минус нельзя писать не можно ну ладно пускай будет это не стандартный синтекс стандартный какой-то другой я забыл перенаправлять друг на друга эти самые трубы и считать кстати сказать далеко не сразу далеко не сразу пришла такая идея но когда она пришла вот это вот становится становится немножко немножко более удобно вот и второе на этом я сегодня закончил потому что пора заканчивать второй способ подстановки это подстановка результатов работы программы текста в строку который можно присвоить скажем перемены какая переменная равняется и дальше мы хотим результаты работы программы туда подсунуть и мы пишем просто вот так помните что такое эхо вывести все параметры которые ей передали все параметры это все слова в файле а а перевод строки является просто разделительным и поэтому вот если вы хотите но вы поняли да вот если вы хотите чтобы как программа эхо вам выдала ровно то что вы хотите ну скажем вот вот здесь потом про белый потом вот так да то будьте добры передадите и один параметр то есть заключите это дело в кавычки и все вам все будет хорошо передадим и один парень и мы увидим как раз как сработал с лс сработал в колоночку но мой папа сегодняшний что да да собственно собственно вот это считается одним словом ну или вот это они именно вот собственно пафос пафос состоит в том что любую любой текстовый вывод вы можете положить в текстовую перемену дальше не работать как с переменной опять-таки я знаю язык программирование в котором это можно сделать один кроме shell может быть кто-нибудь тоже знает да ладно первым понятно ну вот значит чё-то еще хотел сказать а ну раз мы провели про кавычки то чтобы просто два раза не вставать шели бывают кавычки двойные внутри которых подстановка выполняется перемен и одинарный внутри которых она вообще не упал то есть то что вы пишете в кавычках действительно придается как одно слово но перед этим происходит в рейбл expansion а то что вы пишете в апострофах вообще придается как строка вот один в один вот такой у нас наскоком разговор немножко работе с шеллом мы его продолжим дальше но уже прицельно прошел говорить не будем просто мы будем периодически наталкиваться на какие-то теми о которых мы еще не говорили вот и дополнять свои знания прошел в следующий раз мы будем говорить про файловую систему файлы и если успеем про права доступа если не успеем то через раз такие вот дела вопросы есть какие то есть прямо сейчас которые требуют демонстрации задавайте смотрите переменное окружение смотрите вот я задаю переменную а она сейчас не является переменной окружения хотя она пересутствует вот здесь вот кстати еще одна очень 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 важная утилита греб который производит поиск регулярного выражения с всех строк содержащих регулярные выражения по по тексту вот мы будем пользоваться сто пятьсот раз поэтому вы еще и узнаете вот вам пожалуйста значит переменная аааа да но она не является переменное окружение но запустим новый шелл и увидим что она сюда не передалась вот чтобы она туда передалась и надо проэкспортировать когда вы говорите экспорт переменная превращается в переменное окружение как потому что я сказал а потому что они уже заданы они уже являются переменами окружения смотрите то что нам приехала то что нам приехала в окружении она уже является переменами окружением не мы же не сами за она уже ее является да то есть то что мы перебиваем перебивается прямо в ней совершенно справедливо вот точно так же когда мы пишем вот так вот мы задаем сразу переменное окружение то есть фактически мы формируем окружение для вот этой команды вот ну чтобы не писать и экспорт потом это чем удобно мы так сделай а на наше окружение никак не повлиял я думаю что можно вот так сделать я думаю что ничего не сработает потому что переменной и целом не являлась переменной окружения в данный момент а вот если мы еще скажем вот так вот то уже так еще вопрос атрибуты или свойства сейчас а второй колонки сейчас давайте атрибуты именно файл а ну сейчас давайте посмотрим лс минус л а это лциол наш забавный видите что лциол животворящее делает он сказал так слушайте вот это вот не в вашем языке кодировка это не ваша кодировка поэтому давайте выдадим что эти самые восьмеричные значения этих символов вам будет так удобнее да я гарантирую это какой-то 8 спасибо какой колонки вот этой это это количество ссылок об этом говорить когда будем говорить про файлы ровно завтра если вы ходите на лекции про питон про это мы там уже говорил да это количество количество именов файл вот еще вопросы по всей файловой системе потому что понятно и уникально файл уникален только в рамках одной файловой системы еще вопросы окей тогда я останавливаю запись и на этом всем спасибо